Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, какие сделочки я вам подготовил на эту неделю. Всего я посмотрел 12 торговых инструментов, на них нашел интересные сделки, о которых сейчас вам и расскажу. Поехали! По евро-доллару интересная ситуация, тренд идет вниз, прям конкретных сделок я не вижу, но постоянно евро-доллар снижается в связи с тем, что доллар укрепляется. И поэтому очень неплохо себя отрабатывают просто горизонтальные уровни, даже основанные на одном минимуме. Вот, просто имейте ввиду, что от них она хорошо корректируется, потом формируются зеркальные уровни, от них тоже хорошо корректируется. И вот сейчас, что я вижу, вот здесь вот предыдущий вот этот вот уровень поддержки, он фактически уже был пробит, но тем не менее, сейчас цена отскочила наверх, я полагаю, что он может себе еще раз отработать. То есть вот он еще раз дойдет до уровня 0.99-0.98, здесь можно сформировать ордера на покупку и зарабатывать на росте. Я думаю, он будет отбиваться и потом еще будет дальше идти вниз. И вот здесь вот уровень горизонтальный от него тоже может отбиться. Поэтому вот наблюдайте, в принципе, и по евро-доллару сейчас интересно, достаточно динамика такая волатильная. По доллару-канадцу, значит, также есть уровень поддержки. Если пойдем вниз дальше, то можем рассчитывать на коррекцию от уровня 1.29-34. Доллар-канадец очень сильно вырос, он подскочил буквально за день на 2874 пункта. Это несмотря на то, что до этого была новость как раз по решению по процентной ставке, где он за буквально несколько секунд упал на почти 800 пунктов. Кстати, я об этом снял видео. Если вы не видели, как я торгую на реальном счету, обязательно посмотрите мое видео. И после этого он обратно вырос и достаточно существенно. И с такой же динамикой достаточно мощность возвращается обратно. Поэтому я думаю, от уровня поддержки он вполне может себе отбиться. Тем более, ему не препятствует рост доллара. Потому что до этого доллар-канадец-пара пробила все уровни сопротивления. Вот здесь был уровень сопротивления. Но потому что очень сильная динамика роста доллара была. Сейчас он идет вниз. Поскольку все-таки рост доллара никуда не делся, это будет смягчать возможные ложные пробои. Поэтому от уровня 1.29.34, я думаю, с большей вероятностью он отбьется вверх. Но соблюдайте в любом случае риск менеджмент, стоп-лосс и так далее. Золото сформировало вот такую вот линию зеркальную уже со всех сторон. То есть, какого-то конкретного я тоже интересного сигнала не нашел. Но вот на М30 видно, что прослеживается, скажем так, зона проторговки, как мы ее называем. Поэтому если до нее цена вырастет, то в этой зоне можно рассчитывать на коррекцию. Это в районе цены 1.732. Британский фунт, швейцарский франк. Вот такую вот линию сопротивления имеет в нисходящем тренде. У меня, кстати говоря, на этой неделе в основном все вот М30, М30. Много коротких сигналов, которые сработают буквально в течение нескольких часов после открытия рынка. Как это возможно, как вариант. Поэтому будьте внимательны. И, соответственно, здесь у нас в районе цены где-то 1.1635 можно рассчитывать на коррекцию вниз и заработать на продажу. Британский фунт к австралийскому доллару. Тоже имеет вот такой вот понижательный тренд. Но и линия поддержки тоже. Вот на H1 ее там видно. На H4 видно, что у нас есть линия поддержки и линия сопротивления. Соответственно, если цена пойдет вниз, то здесь ее ждет уровень поддержки в районе цены 1.7404. Если пойдем вверх, то в районе 1.7570 можно будет продавать от линии сопротивления. Некоторые мне пишут, почему вот, допустим, линия какая-то не сработала, поддержки или сопротивления. Имейте ввиду, что когда время идет, цена меняется. И к тому времени, как она подойдет к линии сопротивления, она может подойти, да, вот я нарисую, например. То есть она может подойти здесь. Соответственно, здесь у нас будет один уровень, да. Вот 1.75, например, 71. Отсюда продавать надо. А если у нас цена подойдет позже, вот здесь, например, то, соответственно, там уже уровень продажи будет другой. То есть нам надо вот именно ориентироваться на линию сопротивления. поскольку она нисходящая получается цена постоянно меняется и цель наша тоже меняется то есть те цены которые ориентирую вас кода в рынок они не стабильные они меняются и это надо учитывать на смотреть просто и там в том месте где цена касается линии сопротивления там и будет актуально ставить ордер на продажу в данном случае имейте это ввиду ну еще я вам дам сигнальчик по австралийскому доллару к швейцарскому франку здесь сформировалась вот такая вот линия поддержки она уже несколько раз подтвердилась и в принципе австралиец к швейцарству ходит достаточно в таком видите флете то есть в канале вот я такие каналы очень люблю и я рассчитываю что цена может отбиться от линии поддержки к тому же вот если посмотреть внимательно здесь индикатор и мы сиди нам нарисовал такую интересную дивергенцию вот у нас здесь получается минимумы на одном уровне на индикаторе они имеют повышательный тренд если цена здесь дойдет опять вот к этой линии поддержки и в это время индикатор тоже нарисует очередной минимум вот здесь вот минимум да вот в этой зоне который будет выше предыдущего еще выше да вот здесь видите первый минимум 2 минимум на индикаторе третьим будет есть еще будет выше это будет в кишке тройная дивергенция это будет хорошо и можно будет это как бы будет усиливать наш сигнал на покупку от линии поддержки поэтому обращаю ваше внимание есть интересный момент кстати говоря по дивергенциям я записал новое видео обязательно поставьте колокольчик чтобы не пропустить а ну переходите на мой канал то что на моем канале выйдет это видео переходите на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить выход видео завтра в 12 часов он уже выйдет этот новый ролик что обязательно посмотрите я рассмотрел там 8 видов дивергенции классические скрытые ну короче вот один раз посмотреть и все усвоить достаточно информативно полный обзор 12 валют и всех сделочек по ним которые подготовил смотрите у меня на канале ссылка в описании но теперь давайте посмотрим экономические события на этой неделе новостей скажу так не очень много интересных единственное что стоит обратить внимание это решение по процентной ставки европейского центробанка и центробанк планирует увеличить процентную ставку если мы зайдем посмотрим историю то выяснится что уже несколько месяцев она стоит на нуле вот и все все хотят повысить и если все-таки повысят то это тоже может спровоцировать довольно сильное движение также как по канадцу которыми торговал вот на прошлой неделе поэтому обратите внимание на эту новость есть еще решение процентной ставки центробанка россии планирует снизить на 0 5 процента но вряд ли это как сильно изменит курс рубля потому что для рубля чтобы он изменился нужно сразу так процентов на 10 увеличится да он что-то может пошевелиться а так ну плане планируемое снижение вот ну вот пожалуй пожалуй все с новостями у нас все желаю всем успешной торговли на этой неделе торгуйте с удовольствием всем пока